Одну луковицу нарежу некрупно. Морковь натру на тёрке. 250 грамм капусты нарежу некрупно. Измельчу 2 зубчика чеснока. В сковороду добавляю 1 столовую ложку растительного масла и включаю нагрев. Добавляю нарезанный лук. 50 миллилитров воды и готовлю под закрытой крышкой несколько минут, чтобы лук слегка размягчился, стал такой немного прозрачный. Готовлю под закрытой крышкой. Затем добавляю морковь и готовлю ещё несколько минут. 3-5. Также под закрытой крышкой. Затем добавляю капусту и готовлю до готовности овощей, до мягкости. По необходимости можно добавлять немного воды, если на сковороде будет сухо. Овощи почти приготовились. Добавляю чеснок. Готовлю ещё пару минут с чесноком. И выключаю. Как только появится чесночный аромат, характерный, овощи буду выключать. Все, аромат появился. Выключаю и дам немного остыть. Теперь мне понадобится рис. Рис у меня уже отварной. Я взяла 125 грамм риса. Это немного больше, полстакана рис. И отварила его до готовности. Почти до готовности. Фарша я использую 500 грамм. У меня 250 грамм говядины и 250 грамм куриного фарша из всех частей курицы. Без кожи. То есть тут есть и бёдра, и голень, и куриная грудка. Добавляю к овощам рис. И фарш. Чайную ложку молотого кориандра. Чёрный молотый перец по вкусу. И солю по вкусу. И готовые голубцы, заформованные, складываю в противень, смазанный растительным маслом. Одной чайной ложки растительного масла, 5 грамм, мне хватило, чтобы смазать весь противень. Вот такие вот пузатики получаются. Получилось 12 штук вот таких вот голубчиков. Теперь отправляю в дуковой шкаф, разогретый до 180 градусов, минут на 15, чтобы они схватились. А я займусь пока соусом. Одну луковицу нарежу некрупно. Одну морковь натру на тёрке. Болгарский перец, сладкий перец, красный. Нарежу некрупно тоже, меленько. Два помидора протру через тёрку. В сковороду, в которой готовила овощи, добавляю столовую ложку растительного масла. Это уже для соуса. И добавляю нарезанный лук. 50 миллилитров воды. И готовлю несколько минут под крышкой до размягчения лука. Теперь добавляю морковку. Готовлю ещё минуты 3, чтобы морковка стала мягче. Иногда спрашивают, почему я добавляю всё по отдельности, а не вместе. Вместе бы загрузили и приготовили. Я делаю отдельно, потому что так вкус блюда намного лучше и вкуснее. Каждый овощ отдаёт свой вкус гораздо эффективнее. И в итоге получается более качественное блюдо. Морковка дала чуть свой цвет. Теперь отправляю сюда болгарский перец. Сладкий перец. С перцем готовлю ещё 2-3 минуты. Также под закрытой крышкой. Пришло время добавить помидоры. Солю. Добавляю чёрный молотый перец. И чайную ложку без горки сладкой паприки. Добавляю ещё 1 чайную ложку сахара. Но это по желанию. Для того, чтобы убрать кислотность. Если вы не хотите или вам нельзя, сахара можно не добавлять, естественно. Буду готовить несколько минут. Пока готовила соус, мои голубцы ленивые схватились. Приобрели надёжную форму. Теперь осталось потушить их в соусе. Овощи готовлю вот до такого состояния. Жидкости уже на сковороде нет. Ушёл такой мутноватый сок помидор. Цвет приятный. Теперь добавляю сюда воду горячую. 1 стакан. Довожу до кипения и пробую на вкус. Всё прекрасно. Теперь часть соуса со сковороды убираю. Перекладываю в любую ёмкость. Оставляю немного на дне. И теперь выкладываю сюда голубцы. Все ленивые голубцы у меня в сковороде. Сверху теперь добавляю соус подготовленный. Можно просто этот соус выложить, залить голубцы ленивые на противне. И доготовить в духовке. Почему я делаю на сковороде? Потому что мне нравятся, когда они нежные. Без сверху, чтобы не было корки вот этой вот от овощей. В сковороде получатся более нежные. Так, всё готово. Всё кипит, бурлит. Прошло 20 минут. Посыпаю сверху укропом. Выключаю. Дам настояться минут 5-7. И можно будет подавать. Ленивые голубцы готовы. Вот такие они симпатичные, аппетитные. Пищевая ценность таких ленивых голубцов 105 килокалорий на 100 грамм. Более чем замечательно. Они получились нежными и сочными. Очень вкусные. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Желаю всем мира и добра. Субтитры сделал DimaTorzok